Чёрная благодарность потомков. Кто осквернил братскую могилу в Ак-Тубе? И кто восстановит памятник солдатам-героям? Жители какого столичного района мечтают об элементарных благах цивилизации? Расскажем об этом и не только. Сегодня в программе «Народный контроль». С вами Жан Саяк Ужахметова. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. День Победы В Ак-Тубе вандалы в преддверии праздника Победы повредили и ограбили ограждение мемориала «Братская могила». Здесь нашли вечный покой солдаты Второй мировой, умершие в актюбинских госпиталях. Воры сняли чугунные ограждения, стойки и цепи. Осквернили могилу Халиды Мамановой, единственной казашки, которой довелось служить в штраффроте. А победу встретить в поверженном Берлине в составе авиационного батальона. Сегодня место вечного упокоения бойцов Красной Армии в Ак-Тубе в плачевном состоянии. Одним из первых забил тревогу сын Халиды Мамановой – Медед Маманов. С ним встретился мой коллега Амир Саминбетов. Медед Маманов часто бывает на могиле матери. Каждые выходные моет керамические плиты, убирает территорию от мусора. Но последний визит поверх мужчину в шок. Это было 19-го, 04-го, 19-го года. И поразился я. Встал вот здесь вот как вкопанный. Я не увидел, я сперва не понял, что произошло. Тут же вызвал полицию. Затем они где-то через полчаса приехали, все зафиксировали. И сказали, что там еще ограблена им братская могила. Тоже чугун весь снят. Медед рассказывает, что лично заказывал специальное ограждение с эмблемой, на которой изображена чаша со змеей – символ медицины. Но воры украли металлический забор. Халидама Маманова – первая женщина из Казахстана, которая в годы Великой Отечественной войны служила в штрафбате. Еще в те годы она сама лично писала письмо Сталину, что из-за байского происхождения ее лишили медицинского звания и поручили копать могилы. Едва ли не объявили врагом народа. Но она добилась своего и прошла всю войну, дошла до Берлина, получила звание капитана. После войны она долгое время работала заведующей кафедрой в медицинском Октюбинском институте и в 1977 году скончалась в Болгарии. В этой братской могиле захоронены 290 солдат Великой Отечественной войны. Но сегодня об их подвиге напоминают только разбитые надгробные плиты. Медед Маманов написал письмо в городской Акимат с просьбой взять под охрану кладбища, где и находится воинский мемориал. Здесь давно никого не хоронят, поэтому тут редко бывают посетителей. И вандалы этим пользуются. Несколько лет назад они уже разбивали могилу бойцов-красноармейцев. Тогда городские власти отреставрировали могилы, а вот преступников так и не нашли. В областной организации ветеранов нам сообщили, что тоже обратились к властям за помощью с восстановлением разрушенного мемориала братской могилы. В департаменте полиции рассказали, что в этот раз завели уголовное дело по статье кража. Проведен ряд оперативных следственных действий, проверены все ближайшие пункты приема металла. Также создана следственно-оперативная группа, направленная на раскрытие данного преступления. На данный момент преступление остается нераскрыто. Мы же, в свою очередь, написали официальный запрос в Акимат-Актубе с просьбой прокомментировать ситуацию. Раз уж мемориал «Братская могила» уже не в первый раз становится объектом нападения вандалов, то почему его никто не охраняет? Каким образом они намерены в будущем защищать память героев Второй мировой войны? Ответ чиновников мы обязательно озвучим в наших следующих выпусках. Жилой массив «Железнодорожный». Хоть и относятся к городу Нур-Султан, но вот состояние инфраструктуры района едва ли соответствует столичному статусу. Местные жители уже много лет ждут, когда же им проведут все блага цивилизации. Алия Магометова выслушала жалобы и пожелания жителей одного из самых отдаленных районов столицы. Это жилой массив «Железнодорожный». Но в народе больше известен как станция «Сороковая» – окраина столицы. Территориально район находится в черте города, но вот по состоянию как будто отдаленная глубинка. У жителей «Сороковой» много претензий городской администрации. У нас никакой цивилизации нет. Нет канализации, нет газа. Вот когда все это будет? Не знаю даже. Всю зиму отключает свет. Это почему такое? У нас пищи на моторах, которые качают воду. А как отключается свет, наши печи закипают. Это очень опасно. Насос отключается и все. Что делать? Не потушишь ведь эту печку-то сразу. И получается пожароопасное состояние. Всю зиму мучимся. На 5-6 часов это в 30-ти градусный мороз отключает. Это куда годится. Свет отключают не только в домах. С наступлением темноты местные улицы тоже погружаются в темноту. Освещение от моста мы хотим. Освещения от моста у нас нет. Темно. Улицы не освещаются, дороги не ремонтируются, тротуаров нет. Но так можно сказать только об отдаленных улицах жилого массива железнодорожной. Как обычно, в центре поселка все не так плохо. Здесь вот тротуар, сами видите, как построили. Тяпля-батюр сделали. А в тех вот центрах более-менее у них лучше. Приятно ходить. Тут все падает. Делали песок. Песком рабочие приходили. Песцементы песком закладывали. Они все равно не держатся. Это специально так было задумано на половину тротуара? Да. Потому что, знаете, вот тут машины. Дальше тротуара нету. Вот здесь заканчивается. Нету. Нету здесь вот заканчивается. Это только у вас на центральных улицах, да? Да, в основном на центральных улицах. А теперь мы в нашей просьбе, чтобы нам сделали нормальный тротуар по этой улице. Но не только коммунальные проблемы беспокоят местных жителей. В районе нет мест для досуга. Особенно детям. Жильцы говорят, что в поселке есть два пустующих здания, которые можно было бы адаптировать под нужды людей. Сделать их местом для развлечения, отдыха или учебы. Вопросов и у жителей, и у нашей съемочной группы накопилось множество. Отвечать на них пришлось сотруднику районного Акимата. По его словам, в жилом массиве железнодорожной нет бесхозных зданий. Для начала это жители просто говорят, что школа милиции еще не освободилась. Постановления правительства о том, чтобы расформировать данную школу, еще нет. Они находятся в коммунальной собственности, в государственной собственности МВД. Если расформируют их, они передадут это в город, в коммунальную собственность города. Принимают решение по этим Акиматам города. Еще вопрос по ним не решен. Это на уровне слухов? Да, это на уровне слухов. Другие вопросы жителей жилого массива железнодорожной, такие как ремонт дорог, перебоев, подача электроэнергии, остановки, транспорт и другие, все на контроле Акимата. Обещают решать по мере возможности. Готовы здесь и помочь с отделенением района. Но для этого необходимо участие самих жителей. Они деревья хотят посадить возле своих домов, частных домов. Это не где-то там сквер какой-то отделенить они просят. Они просят посадить возле своих частных домов. Я говорю, хорошо, мы согласны вам даже оказать содействие в этом отношении. Вот они говорят об этом, но сами никаких мер принимать не хотят. То есть из жителей поселка никто не вышел посажать эти деревья. Мы в сквере, а зеленили сквер в центре поселка, в детские площадки, где были заявки от жителей, мы деревья посадили. В ближайшей перспективе в жилом массиве должен появиться новый спортивный комплекс. А также отремонтируют здания, в которых разместятся социально значимые объекты. Тимат города тоже начал ремонт. Помещение расположено по Жабаево 12, дробь 2. Там будет располагаться опорный фунт участковых, потом центр досуга пенсионеров, кабинет для детьми с ограниченными возможностями. И там же будет расширение, хотим предложить Каспочты для удобства людей. Сейчас там ремонтные работы ведутся. Буквально месяца два по проекту работы должны быть завершены. И будет запуск вот этих вот проектов. Актюбинский центральный стадион. Излюбленное место не только поклонников футбола и спортсменов, но и всех горожан и гостей Актюбе. Спортивное сооружение вмещает в себя почти 13 тысяч человек. Собрать на трибунах тысячи болельщиков может только матч главной футбольной команды региона, пятикратного чемпиона Казахстана команды Актюбе. Но вот только насколько легко болельщику с ограниченными возможностями здоровья попасть на игру любимой команды? Выяснил мой коллега ведущей рубрики «Контрольный визит» Шахан Жолдаспаев. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Шахан Жолдаспаев, и это «Контрольный визит». Наша цель – проверить социальные объекты на доступность для мобильных групп населения. И сегодня мы находимся в визитной карточке нашего города. Это центральный стадион. Насколько он адаптирован для лиц с ограниченными возможностями, давайте посмотрим вместе с вами. Пройдем! Первое замечание. С центрального входа все входные двери закрыты. Попробуем объехать здание. Итак, мы приближаемся к входу, который адаптирован для лиц с ограниченными возможностями. Это мы можем понять по соответствующим знакам. Итак, мы поднимаемся. Здесь особо проблем я не испытываю. Наклон здесь достаточно хороший. И вот так мы приближаемся к нашему полю футбольному. Въезд без уклонов и подъемов. Заехали без труда. Итак, мы на футбольном поле. Как же нам понять теперь, где находятся места, которые приспособлены для людей с ограниченными возможностями? Конечно же, по соответствующим знакам, которые у нас прямо перед нами. Футбольное поле действительно завораживает. Газон натуральный. Даже ощущается аромат свежескошенной травы. Кстати, вход для людей с ограниченными возможностями бесплатный. Итак, я приближаюсь к смотровой площадке. Скатов здесь нету. Мы просто проезжаем. По соответствующим знакам, опять-таки, я могу понять, что здесь места специальные, которые адаптированы для нас для лиц с ограниченными возможностями. Прямо отсюда имеем возможность мы из первых рядов смотреть за игрой. Здесь могут разместиться около 20 человек на колясках. Правда, эти трибуны небезопасны. Мяч с поля может попасть маломобильного болельщика. Поэтому именно смотровую площадку для людей с ограниченными возможностями желательно поднять на один уровень. Вот он, туалет. Мы приближаемся. Давайте посмотрим, как тут дела обстоят. В основное время здесь двери закрыты, но на период игры, конечно же, нам двери открывают. То, что дверь расположена к книжке, неудобно. Мы попросили о помощи. Итак, вот мы сейчас находимся в так называемом туалете для инвалидов. Но то, что это туалет для инвалидов, это только табличка. На самом деле, конечно же, здесь грубейшие нарушения по отсутствию соответствующих поручней. И фактически данным туалетом воспользоваться практически невозможно. Такое отношение сильно возмущает. Здесь просто отсутствует унитаз. Хочется отметить, что в 2006 году на центральный стадион Ахтубе приезжали представители Международной комиссии УИФА. Непонятно, как в такую организацию могли выдать разрешение на проведение масштабных матчей. Свои вопросы мы решили адресовать руководству учреждения. Мы сейчас запрашиваем угластного Акимата финансирование, чтобы оборудовать уборную комнату для людей с ограниченными возможностями. Итак, наша проверка пройдена. Мы посмотрели, насколько адаптирован центральный стадион нашего города для лиц с ограниченными возможностями. Мы прошли зрительские места, посмотрели, насколько адаптирован санузел. Были даны, конечно же, соответствующие замечания руководству данного стадиона. Будем надеяться, что в скором времени они будут устранены. А с вами был Шахан Жулдаспаев. Увидимся в следующих выпусках рубрики «Контрольный визит». Если вам есть что рассказать, присылайте свое видео на мобильный мессенджер по номеру 8777-890-6690. Пишите на электронный адрес или в социальных сетях. Обращайтесь, поможем. С вами была команда «Народного контроля». Встретимся уже очень скоро, как обычно, на телеканале «Хабар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова